Бритоголовые торопятся в азов. Мнение. Рисунок к статье. 28 января 2015 года 11.37. Захар Прилепин. Текст фото-видео. Бритоголовые торопятся в азов. Захар Прилепин. О тех, кто инфицирован особым гражданским чувством тема. Кризис на Украине. Любопытную новость опубликовали украинские СМИ. На стороне Новороссии против Киева воюют жители Западной Украины, признал в эфире телеканала. Глава парламентской фракции Блока Порошенко депутат Юрий Луценко. В рядах разбитой в ходе трехдневных боев под Донецким аэропортом славянской бригады, а это 4000 террористов, находились десятки жителей Западной Украины, сказал он. По словам Луценко, на экстренном заседании Верховной Рады будет принят новый закон о поименном списке террористов. Террористы поименно будут внесены в этот список и будут отвечать, и в Украине, и за границей. Более того, я лично настаиваю, чтобы члены семей террористов также были лишены украинского загранпаспорта, чтобы в лондонском колледже не прославлять папу, который убивает хохлов, сказал депутат. Такие меры, по мнению Луценко, грозят расправой над семьями жителей Западной Украины, выступивших на стороне Новороссии. Я, как житель Западной Украины, скажу, даже бетонные хаты не устоят. Будут отвечать, заверил Луценко. Если только в аэропорту, десятки ополченцев с Западной Украины, сколько по всем горячим точкам ДНР и ЛНР, тысячи. Я то знаю, что их там много, сам встречал. Но то, что лично Луценко про это говорит, это хорошо. А то все российская военщина, война со страшным врагом, как Порошенко сказал в новогоднем обращении. И тут вдруг выясняется, что часть этого страшного врага приехала с Западной Украины. А другая часть, соответственно, жила на Восточной. Это уже гражданская война называется. В России. Впрочем, все вменяемые люди давно про это знают. Чтоб нам жизнь медом не казалась, вынужден сообщить другую любопытную цифру. За минувшие 8 месяцев в Нижегородской области задержаны 11 представителей правых организаций, которые возвращались с Украины после участия в боях на стороне ААТО, в основном, в составе батальона АЗОВ. У нас тоже гражданская война. Только на Украине она расколола страну на две почти соразмерные части. А у нас особым гражданским чувством инфицированы малые фрагменты общества. Не знаю, сколько там, 5 или 7 процентов, около того. Но то, что правые молодежные организации конкретно лихорадят и голова, не у всех, но и у многих из них, на боку, это слишком заметно. Для полноты картины добавляю, что в Нижегородской области правых достаточно долго прикармливали по линии спецслужб. В том числе и для того, чтобы натравливать на нацболов. Нацболы теперь воюют в Новороссии и работают там в гуманитарных службах. Зато многие из этих безволосых чертей маршируют в составе АЗОВа. Наши спецслужбы должны себе, наконец, признаться, в том, что они долгое время, мягко говоря, занимались НИТЭМ. Понятно, что украинская сторона сейчас крайне обрадуется этому обстоятельству, мол, есть в России нормальные люди. Но, вообще говоря, наши бритоголовые едут туда лишь потому, что там видят такую же фашню, как и они сами. У них там свои, безумные дети Элайзыча. Айн, цвай, зигхаль. Здесь, наверное, тоже нужно оговориться, что с украинской стороны тоже далеко не все носит татуировку свастики на лбу. Но такого добра там более чем достаточно. И несет от него так, что мухи отсюда чувствуют и летят. Фото. EPA slash TASS Субтитры создавал DimaTorzok